Дорожка, верантовая, Сидишь, граждан, а помешка любая. Внимания много не бывает, тем более, если это касается ветеранов войны. Каждое такое мероприятие вновь уносит их в те далекие годы, когда они были молоды. Иван Иларионович и Мария Алексеевна Пронина прошли вместе большой жизненный путь. Поженились почти сразу после войны, в 47-м. В их семейной копилке две дочери, двое внуков и четыре правнука. Они настолько сроднились за долгие годы, что даже внешне стали похожи меж с тобой. В апреле 94 года было. Ему. Вы помоложе? А я 85. Вы вообще молодая. Юная. У вас молодая жена. Да. Как вы? А я так придерживаюсь ее молодости. У каждой из пар, которые пришли сегодня в торжественный зал ЗАГСа, конечно же, свои семейные истории, свои традиции. Но всех их объединяет одно – их молодость опалила война. Вступали в супружество уже зрелыми людьми, прошедшими военные дороги. Поэтому, наверное, так крепки их семьи. Опора мужа, жена, как говорится, муж голова. Мир и дружба. Мир и дружба. Да, мир и дружба. В семье должно быть понимание, должно быть уважение друг к другу. Тогда будет мир и лад, и тогда будет все хорошо. Уважаем друг к другу. Чем еще? Нормально? Любим. Любим. Любите жену? Да. И сейчас? Сейчас любим. Учащиеся школу номер два подготовили музыкальную композицию – песни о войне. В их исполнении прозвучали самые любимые, самые близкие каждому русскому человеку песни. Ребятам подпевали герои праздника, ведь в этих песнях и их судьбы. А самые младшие участники вечера исполнили солнечный круг, подтвердив песню, что нашей стране нужен мир, чтобы создавались новые семьи, чтобы росли дети, чтобы сбывались мечты. Семья Малковых родилась через много лет после войны, в 1975-м. Сидели за одной партой, а после увиделись на вечере встречи. Сегодня они отмечают рубиновую свадьбу. Все участники праздника получили памятные подарки, а подарком жителям города стала фотовыставка, расположившаяся в фойе. С фотографий смотрят герои сегодняшней встречи, только на 70 с лишним лет моложе. В архивах домашних у них есть фотографии, и вот мы решили поучаствовать даже в конкурсе «Наши подмосковья», связь времен, поколений. Не знаю, может быть, мы награды не получим, но тем не менее, люди продеются, что какой-то приз, действительно поддержку граждан получим.